Всем привет, с вами Султан Доты и это гайд на Кунку. После последнего гайда, да, я обратил внимание, что очень много я уделял времени именно скиллам и очень мало самой игре, поэтому я решил немножко подработать формат. Теперь мы скиллам будем уделять меньше времени, уже не будет таких стоп-кадров, да, а уже просто во время игры я буду вам рассказывать про скиллы. Кунка, великолепный герой, главная его роль Кэрри и Инициатор. Но если у вас останутся какие-то там непонятки насчет скиллов, вы можете зайти в доту, открыть библиотеку, выбрать героя и прочитать про его скиллы. Далее делаем начальный закуп. Покупаем танго, потом браслет, колбу регена хп, колбу регена маны и две ветки для стат. Далее нам нужно выбрать лайн. Кунка, универсальный герой, он может стоять на любом лайне, тем более у него есть второй скилл, который будет мешать фармить нашим врагам. Поэтому Кунку можно спокойно послать на мид. В данной игре на миду был инвокер, поэтому я не пошел на мид. На первом левеле качаем второй скилл. Дает нам дополнительные атаки, также дает нам сплэш урон. Это очень важный и основной скилл. С помощью его мы фармим, во-первых. Во-вторых, мы мешаем фармить нашим врагам. Далее мы будем качать первый скилл. Это торрент. В указанной точке взрывается такой торрент, подбрасывает врага, наносит ему урон и замедляет. Это два наших главных скилла, которые строят игру Кунки. Мы будем делать акцент на второй скилл, потом первый, второй, первый, второй, первый. Также качаем ульту. И когда мы замахшили второй скилл и первый, мы уже начинаем качать третий скилл. Третий скилл привязывает врага к определенной точке и через некоторое время возвращает его туда. Или мы можем нажать и вернуть его в эту точку. Как только появляется у нас первый скилл, я начинаю его реализовывать. Стараемся кидать скилл по пути нашего врага. Кстати, это проблема многих игроков, что им сложно предугадать, куда пойдет враг. То есть, в принципе, за Кунку играть не сложно и смогут многие за Кунку сложно предугадывать, куда пойдет враг и попадает торрентом и его ультой. С помощью нашего торрента мы также можем спасать свою шкуру. Вот, давайте глянем это на примере. Я убегаю, кидая по себе торрент, знаю, что туда попадет враг. В итоге, минусуем врага. Вам будет довольно легко делать торренты, если у вас в тиме есть станнеры или такие герои, как Shadow Demon, который кидает астрал. То есть, вы видите, тим не станет, я кидаю наперед торрент, попадаем, бежим. Сейчас будут хорошие моменты реализации нашего второго скилла. То есть, бежим за врагом, я бью по крипам, зная, что сплэш урон достанет до урсы. Поэтому запомните такую фишку. Вы видите, что убегает враг, бейте сплэш уроном по крипам, и вы убьете врага. Как появляются деньги, собираем фризы. Это наш самый важный арт в начале, да? Он даст нам самое главное, что? Начального урона. И это будет отлично сочетаться с нашим вторым скиллом. Мы будем бить и будем наносить сплэш урон. Нехватку скорости мы заменим другим итемом, под названием «Барабаны». Далее на шестом левеле качаем ульту. Что делает ульта? В указанную точку плывет корабль. Если он врезается во врагов, наносит урон и станет. Когда у нас уже появляется шестой или седьмой левел, можно пойти гангать и помогать нашим союзникам. Вот пример, да? Мы помогли и спасли нашего союзника, которого вы убили 100%. Опять же, помог нам торрент. Здесь ульта была лишняя, да? Но я вам советую так. Никогда не жалейте ульту. У нас очень маленькая КД. Всего лишь 60 секунд, да? Поэтому лучше используйте ульту всегда. Так получилось, что в этой игре играл Shadow Demon. И сейчас я вам покажу, как это реализовывается. Shadow Demon кидает астрал, мы кидаем торрент. И попадание 100%. В итоге мы вчетвером убиваем ЦМку! Вчетвером ЦМку! Все, как только мы накопили денежки, покупаем барабаны. Барабаны нам компенсируют нехватку скорости. Добавят нам скорость передвижения, скорость атаки. Также ауру для всей нашей Тимы. Ну и ХП добавят. И опять, как только появляется у нас ульта, идем ее реализовывать. Я вам советую, используйте ульту из укрытий, чтобы не было видно. Кидаем корабль и сразу торрент. В итоге попали всем, чем нужно было. Ну и да, я не стал отпускать виспа и решил уйти до самого конца. Тем более, у нас есть фризы, которые позволят нам убежать. Да, заметьте, некоторые игроки, видите, они понимают, что вы можете кинуть торрент и начинают уворачиваться. Это, в принципе, нормально. У Кумки такая проблема, да, что ему постоянно не хватает маны на реализацию торрента первого скилла и на реализацию ульты. Именно поэтому после фризов и после барабанов мы собираем Батлифюре. Великолепный арт, который увеличивает атаку, увеличивает реген ХП и МП. Также дает нам дополнительный сплэш урон. Потому что второй скилл у нас имеет КД, а Батлифюре не будет иметь КД. Ну и про третий скилл, давайте еще к нему вернемся, да. Он позволяет нам прикрепить человека к определенной точке и вернуть его обратно. Это может быть как союзник, так и вражеский герой. На союзников время действия, да, в два раза больше. Самое главное преимущество в чем? Что мы можем прикрепить его к точке и кинуть туда торрент. Вернуть его обратно и он попадет в торрент. Это во-первых. Во-вторых, мы сможем сбивать монокосты, да. Например, всякие ульты, пуджа и так далее. То есть любой, кто кастует что-то, мы кидаем на него третий скилл и сразу же его активируем. Также еще один плюс в том, что мы можем сбивать телепортацию. То есть кидаем третий скилл, человек телепортировался, его вернет обратно. Также четвертый плюс. Мы можем сами использовать этот скилл при телепортации. Кидаем на себя крест, телепортируемся на базу. Например, заполняем боттл, нас возвращает обратно. Продолжаем собирать батлифюра, да, или просто сокращенно БФ. Собираем его только через персинг, да. Чтобы был реген маны, реген хп. Хороший игрок за кунку тот, кто попадает в первую очередь торрентами. Запомните. Ну и по минимуму фигет. Опять реализуем мой первый скилл и ульту. Кидаем торрент и ульту. Ульта попала в СМ, бью, сплэш урон. Давай, до свидания! И еще одного убили, ладно. У многих игроков за кунку, да, всегда была проблема с таймингом. То есть реализация третьего скилла и первого. То есть когда вы ставите пометку, да. Именно пометку, не пометку, а пометку. И кидаете торрент, да. И получается так, что враг возвращается, отходит и там через секунду торрент мимо. Поэтому я вам советую, качайте третий скилл, пометку, да, на два левела. Больше смысла нет. Вам будет гораздо легче делать отсчет. То есть кидаете пометку и практически сразу кидаете торрент. И 100% вы попадете. После Battle of Fury собираем что? Собираем Shadow Blade. Это тоже очень хороший итем, который подходит к скиллам нашего героя. В первую очередь ко второму скиллу. Не забывайте, что Shadow Blade, он дает нам дополнительный урон. Как с руки, так и бонусная атака 150. И когда мы подбегаем в инвизе, да, и бьем из инвиза, то бонусный урон также идет на второй скил. Происходит сплэш-урон увеличенный. Реализация креста и торрента. Смотрите на СМ-ку. Бежит враг, кидаем крест. Торрент сразу практически в пах. Попадаем 100%. Опять реализация креста и торрента. Опа! Это очень важная комбо. Очень важная. И опять пример сразу игры с Shadow Demon, Астрал и с моей ультой. С торрентом. Опа! И убиваем ультой. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам удачной игры за Кунка. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok